О неудовлетворительной работе по разъяснению новых правил временной регистрации заявил сегодня глава правительства. На заседании Кабинета Министров Бахаджан Сагентаев отметил, что работу необходимо было проводить в тот момент, когда законопроект подписал глава государства. Это произошло 22 декабря, однако разъяснительную работу начали лишь в день вступления закона в силу, то есть 7 января. Это привело к ажиотажу в обществе и к большим очередям в цонах. Есть проблема или нет? Провести аналогию с... Мы еще раз на те же грабли наступили, принимаем документы, принимаем законы, которые касаются людей и вот не доводим основные положения, как это все делается. Нет разъяснительной работы. Здесь каждый раз мы хромаем. На будущее надо это все учесть. С 7 января в Казахстане действуют правила, обязывающие граждан оформлять временную регистрацию в случае проживания не по месту постоянной прописки. Нарушителям грозит административная ответственность, но, как подчеркнул министр внутренних дел, сначала человек получает предупреждение и в течение месяца у него есть возможность пройти процедуру регистрации. В это время штрафовать его никто не имеет права. Одновременно в законодательном порядке урегулированы вопросы временной регистрации, направленные на защиту прав граждан, не имеющих собственного жилья и вынужденных их снимать. Либо вынужденных по ряду обстоятельств временно проживать по другому адресу. Теперь гражданин может временно зарегистрироваться без снятия с прежнего места регистрации на любой срок. У премьера также возникли вопросы о том, по какой причине в стране не реализована возможность оформить обязательную временную регистрацию в режиме онлайн. Как заявил председатель правления корпорации правительства для граждан Даниэр Еринчинов, эта функция появится на сайте ЕГОВ в течение месяца.